Приветствую! За последние пару недель я стал таким активным прям поклонником Марьяны Безуглой, потому что она очень активно выписывает всякие, назовем это так, инсайды. И мне не очень нравится комментировать ее посты, потому что, ну, это же даже не закон, это даже не законопроект, да, ну что там комментировать. Но, вот, знаете, некоторые вещи цепляют, и цепляют настолько, что вот действительно хочется прокомментировать и хочется с вами поговорить. Речь идет о том посте, в котором она поднимает вопрос судьбы людей, которые уехали из Украины, мол, что же мы будем с ними делать? И что же она предлагает? Какие у нее есть варианты? А варианты она предлагает мягенько, в такой вопросительной форме следующие. Посмотрите, как ставится вопрос. Как вы ставитесь до того, чтобы гражданам, которые поднягают призову, но выехали за кордон, дать термін на повернение, а в разе неповернение позбавить гражданство, арештовать активы и застосовать, я так понимаю, инши обмежения? Цікава думка. Дополнение. Например, активы видаты семьям загиблых воинов. И вот мне кажется, что после этого дополнения Марьяна всегда сможет сказать, что ну вы же посмотрите, я же про все хорошее беспокоюсь, я беспокоюсь о семьях тех людей, которые нас защищали. Ну а как бы семьи тех людей, которые выехали, то уже семьи не того уровня, наверное, да? Ну я так понимаю, ставится вопрос. И вот знаете, что интересно? Она там пыше. Цикава думка. И вот здесь вопрос. А почему тебе цикава думка? Не потому ли, что Марьяна Безуглая, по мнению многих людей, является таким проводником офиса президента? И через нее офис президента, как многие считают, закидывает в общество самые такие экстремальные мысли, самые экстремальные заявления. И вот здесь, ну заявление очень экстремальное, как мне кажется, да? Ведь идет речь о том, чтобы лишать гражданства, что вообще не предусмотрено ни законами, ни Конституцией Украины. Нельзя человека лишать гражданства. Да и собственности нельзя его лишать. Но знаете как, это же сейчас нельзя лишать. А в принципе, кто нам мешает собраться в Верховной Раде, да? Вот таким Марьяном Безуглым и проголосовать за закон, по которому мы сможем забирать такое имущество у этих людей. При том, что на сегодняшний день никаких вообще у нас оснований для этого нет. Несмотря на то, что это противоречит вообще всему, в том числе здравому смыслу. В том числе здравому смыслу. Потому что у нас уже, кстати, был законопроект сходный. Да, Венеславский тогда другой такой человек с яркими заявлениями подавал этот законопроект. Но там была другая идея лишения свободы. Тех, кто выехал и не вернулся в установленный срок, лишать на 5-10 лет свободы. И если вы помните, я тогда говорил, что вот, ну, я уверен, что этот законопроект не примут. И на тот момент я, честно говоря, в этом был уверен и его не приняли. Но если быть откровенным, то сейчас такой законопроект, я верю в него. Я верю. Я верю в то, что его могут поднять и принять. И, честно говоря, уже после, вот, наверное, автоматчиков, которые ходят по всей стране и в масках, да, у меня, я не знаю, во что можно не поверить. Вот если до этого у меня еще были какие-то, ну, вот, сомнения, я мог сказать, что, ну, вот, такого не должно быть, вот, такого не будет в нашей стране, то после автоматчиков, наверное, уже я готов поверить во все. И я готов поверить в то, что Марьяна Безуглая спросила это не просто так, а спросила именно по той причине, о которой многие люди пишут, что это в офисе президента идет обсуждение такого законопроекта, такой идеи, и через Марьяну тестируют, а что будет, как общество отреагирует. И помимо того, что это ужасная идея сама по себе, которая идет вразрез вообще с правами человека, помимо того, что эта идея исходит из уст депутата, то есть человека, который должен же, по идее, думать о народе, ну, глупости говорю, понятно, но, как бы, по идее, да, это же народный избранник, и этот народный избранник говорит своему народу, что мы будем вас лишать собственности и гражданства. Ну, как раз правильно, в принципе, надо будет только сначала лишить гражданство, и потом сказать, ну, я же уже не твой представитель, ты же не гражданин, поэтому теперь можно и собственность забрать у тебя. Вот, самое ужасное другое. Самое ужасное, что в комментариях к этому посту ее есть одобрение. Есть люди, которые всерьез поддерживают эту идею. И я думаю, что, да, это же не все, вот, это же срез общества, не все считают Марьяну Безуглую. А есть, наверное, еще масса людей, которые скажут, ну, да, а что там, наши родные воевали за тебя, а ты не захотел, уехал, значит, отдавай имущество нам. И проблема же даже не в том, что есть такие люди, да, что они какие-то плохие, да, но у нас разные взгляды на жизнь. Проблема в том, что депутат понимает, что такие люди есть, закидывает такой пост в общество, осознавая, что этот пост, он будет вызывать определенный раскол. И в то время, когда в стране война, когда людей нужно объединять, мы находим основания, как разделить людей. И вот эта деятельность такая депутатов, ну, на мой взгляд, она заслуживает на найнижшей оценке, да, ну, вот будем мягко и корректно говорить. И, конечно, вопрос, вот, а что делать, а что делать? Друзья, а на сегодняшний день, ну, а что можно сказать делать? Ну, вы либо верите в то, что это превратится в реальность, и уже сейчас начинаете избавляться от той недвижимости, например, которая есть у вас, тех активов, которые есть, да, ну, может, у кого-то депозит есть еще в Украине, да, ну, есть же люди, которые верят в банковскую систему нашу. Ну, надо, чтобы у вас этого не было. Иначе вполне может так случиться, что у вас этого не будет, но уже на законных основаниях и уже не в вашу пользу. А что значит сейчас решать этот вопрос? Это значит, что идти сейчас в консульство, выдавать доверенность тем людям, которым вы доверяете, да, возможно, у вас родственники остались. И, соответственно, что делать? Пусть они продают ту недвижимость, которая у вас есть. Пусть они переоформляют, не знаю, дарят эту недвижимость на ваших родителей. Но смысл в том, чтобы у вас этой недвижимости не было. И я не говорю, что вот прямо здесь и сейчас нужно бежать это делать. Да, наверное, надо следить за развитием событий, нужно смотреть, а не появится ли такой законопроект, да, и вот тогда, наверное, точно нужно будет уже этим заниматься. Потому что, на мой взгляд, ну вот, ну можно ждать все, что угодно. То есть сказать, что такого закона быть не может, на сегодняшний день я просто не могу. Это вполне может быть. Потому что это будет, что называется, в духе времени. Потому что время у нас такое. У нас ходят автоматчики в масках, в тех областях, где и близко на тысячу километров нет боевых действий, но там ходят автоматчики в масках почему-то. И самое ужасное, что правоохранительные органы до сих пор на это никак не реагируют. Такой вот он у нас дух времени. На этом у меня все, друзья. Ничего хорошего знаю, не сказал, но я не знаю, что здесь можно сказать. Я вам искренне только желаю того, чтобы вот это все побыстрее закончилось, побыстрее восстановился мир в Украине. И Украина все-таки изменила свой вектор. И мы действительно шли в Европу с ее стандартами прав человека, а не только говорили об этом. Пока-пока.